всем привет сегодня у нас очередное блюдо на атаку это куриная грудка мы будем ее запекать пергаментной бумаги и так для этого нам понадобится сама куриная грудка вы ее почистите очистите от всего ненужного помидор зелень любая сюда знаете очень хорошо подойдет базилик у меня укроп и два кусочка сыра у меня чеддер вы можете использовать сыр моцарелла вы можете даже намазать филаделью феи вы можете какой-нибудь обезжиренный можете просто взять свежий творог можете взять йогурт греческий в общем наполните грудку чем-нибудь вкусненьким так по поводу помидора очередной раз скажу что на атаке разрешено там ложка 2 кетчупа поэтому я считаю что лучше съесть вот такой маленький помидор так что нам нужно сделать нам нужно грудку разделить на ну как бы ее раскрыть то есть разрезаем ножом вот так таким образом вот когда вы хотите сделать отбивные раскрыли теперь соль немного и всякие разные приправы я буду использовать сладкий красный перец паприку черный перец не какая-то приправа есть для курицы добавлю теперь мы сюда положим сыр несколько ломтиков помидора в данном случае 2 и зелень я так слегка порублю вот так закрываем получился такая курица теперь берем пергамент пергамент мы берем диаметр пергамента должен быть больше сантиметра на полтора чем ваша сковорода или чем грудка в общем чтобы у вас было место где закрутить пергамент я смазала растительным маслом сюда сухой чеснок если вы не на атаку будете делать можете посыпать кунжутные семечки также все приправы красный перец вот знаете постарайтесь чтобы приправа у вас была такая цветная чтобы это было красиво черный перец и посолить обязательно потому что снаружи мы грудку не солили и ту же приправу для курицы у меня щедро если вы не очень любите приправы делать соль перец перекладываем сюда курицу завернули и теперь нужно края защипать так чтобы у вас ничего не вытекало вот таким образом хорошо прижимайте придавливайте и заворачивайте тщательно-тщательно придавливайте прижимайте чтобы ничего у вас не раскрылось особое внимание вот делите конечку конь особое внимание уделите вот этого места ножом даже с этой стороны тоже все хорошо заворачивайте вот так и перекладываем на сковородку сковородка у меня уже слегка нагрелась но еще не горячая швом вниз и оставляем огонь чуть ниже среднего оставляем на 7 минут пока готовится наша курочка там ворчит мы сделаем форму для куличей наверно в этот раз уже многие не успеют сделать но на следующий раз вполне себе и первым делом мы варим клейстер высыпаем 5-7 грамм муки обычной пшеничной и 50 миллилитров холодной воды перемешайте чтобы не было комочков вспоминаем забытое слово клейстер в общем надо сварить клейстер тут просто очень маленький объем и ставим на огонь вот до закипания постоянно помешивая начнет загустевать можете снимать с огня и нужно дать остыть значит мне нужна банка диаметр этой банки я нигде крышке в здесь я надела крышку потому что вот это вот но она мне не подходит нужно чтобы крышка была ровная поэтому нацепиловать сюда здесь диаметр этой банки 8 с половиной сантиметров значит нужно что сделать нужно сделать нужно что нужно сделать нужно обернуть бумагу вокруг этой банки с нахлёстом полтора сантиметра вот так и вырезать полоску отрезаем этот кусок пергамента и смотрим сколько баночку меня здесь завернется значит вам нужно высота потом чуть больше сантиметра на загибнуть сюда на дно и какую высоту вы хотите и смотрим сколько баночек нам здесь удастся сделать не баночек сделать а формочек для кулича отмечаем высота нет не вполне себе две баночки даже три баночки у меня здесь получится три баночки как раз 7 минут прошло сковородку девочки отставляем все шкварчит там внутри сок и мы должны очень очень аккуратно это перевернуть аккуратно поддеваем и переворачиваем так и ставим опять на огонь на те же 7 минут огонь самый минимальный у меня сейчас получилось три равные части это мы сейчас разрезаем это на самом деле если вы делаете это не первый раз это очень очень быстро готова теперь что нам нужно сделать нужно взять остатки пергамента они всегда есть и вырезать вот точно по окружности вот такие кружки кружков должно быть у меня три формочки будет значит кружков у меня должно быть 9 с какой радость значит кружков у меня должно быть шесть по два кружка на каждую форму вот я вот так делаю обвожу ручкой все как в детстве и вырезаем все готово клейстер остыл вот такой он консистенция как кисель курица шкварчит смотрите здесь значит есть сторона гладкая как какие стороны лишь быстро значит смотрите у пергамента есть более шершавая сторона и гладкая постарайтесь так чтобы клейстер намазывать на шершавую сторону так это у нас будет но соответственно заворачивая запасом вот эту часть намазываем аккуратно клейстером старайтесь не попасть на банку чтобы не приклеилась банки очень аккуратно это не торопимся выравниваем и заклеиваем прижимаем чтоб все проклеилась переворачиваем сюда укладываем шершавой стороной вверх заготовочку и вот эти вот полтора сантиметра который лишним их надрезаем через каждые полтора сантиметра где сантиметр в общем вот так все прошли наши еще 7 минут огонь выключаем ждем когда перестанет тут парить перекладываем на тарелку смазываем клейстером наш кружочек и прижимаем все наши края так там где вы сомневаетесь что хорошо прилегло прилегло там где вы сомневаетесь что есть какая-то проблема промажьте еще здесь уже как бы не не жалейте клейстер никому не бы не бойтесь что что-то вы навредите так и теперь еще раз смазываем как следует клейстером курица пахнет уже приготовила сейчас будем пробовать и шероховатой стороной прикладываем вот так это у нас будет такое двойное дно переворачиваем и вот так вот хорошо придавливаем готова теперь покрутите банку и аккуратно снимаем вот такая форма получается она кажется найти такая хлипкая но поверьте мне все получится куличи буду готовить но уже не в этом видео следующем видео покажу результат как все получилось пробуем курицу форму если у вас помещение достаточно влажно вы можете подсушить в духовке при температуре 50 градусов минут 10-15 курочка подостыла перекладываем ее в тарелку девчонки смотрите аккуратно видите ничего не раскрылась так разворачиваем и смотрим пахнет просто потрясающе смотрите какая красота сочная просто необыкновенная очень получилось у нас сегодня такой день знаете пергаментной бумаги так сейчас будем пробовать вот такая курица у нас получилась грудка разрезаем сочная ароматная сделайте не пожалеете это очень-очень вкусно правда вот просто вот какое-то волшебство приготовленное в пергаменте или просто там запеченные в рукаве поэтому я всем рекомендую приготовьте обязательно это очень-очень вкусно всем желаю приятного аппетита худейте с удовольствием всем пока а